Углубление истории – одно из того, что мы делаем лучше всего на этом канале. Мы делаем это, изучая некоторые из самых сложных и невероятных археологических открытий, когда-либо сделанных. Сегодня нам предстоит изучить множество из них, так что давайте не будем терять больше времени и приступим. Номер один. Глава бога Майя. Отрубленная голова кукурузного бога Майя была найдена в Поленке в мае 2022 года. Открытие снова сделали археологи из Национального института антропологии и истории, работавшие на раскопках возле реки Усумасинта. Поленке уже известен среди историков и археологов тем, что здесь находятся одни из лучших когда-либо обнаруженных объектов древней архитектуры и барельефов периода Майя. Отрубленная голова сделана из лепнины и намеренно была помещена в небольшой пруд. Эксперты по культуре и верованиям Майя полагают, что пруд был призван имитировать вход в подземный мир Майя. Одним из фундаментальных убеждений этой культуры было то, что Вселенная разделена на три региона — небо, землю и подземный мир, и что между ними можно путешествовать через порталы. Хотя эта скульптура была спроектирована так, чтобы выглядеть как голова, насильно отделенная от тела, маловероятно, что когда-либо существовала статуя в натуральную величину, из которой она была вырезана. Вместо этого он, вероятно, был задуман и построен в виде отрубленной головки, а затем установлен на штативе, а затем расположен в ориентации с востока на запад в надежде стимулировать рост кукурузы. Номер два. Старые деревянные предметы. Мэр Темпла за прошедшие годы уже подарил нам множество фантастических древних артефактов. Когда-то это было сердце огромного религиозного комплекса в Ацтекском городе Тиночтетлан. А то, что от него осталось, теперь является археологическим памятником в Мехико. Эксперты и археологи раскапывали это место на протяжении десятилетий и будут продолжать делать это еще несколько десятилетий. Однако в июне 2022 года они подтвердили обнаружение более 2500 деревянных предметов, предположительно оставленных на этом месте в качестве религиозных или ритуальных подношений. Для этих объектов не существует установленного шаблона. В их число входят статуэтки, головные уборы, маски, кувшины, серьги и скипетры, которые, вероятно, были оставлены на хранение священниками в XIV веке как средство посвящения Темпла-майора богам, в которых верили ацтеки. Редко, когда деревянные предметы сохраняются в таком хорошем состоянии столько столетий. Но в случае с этими артефактами, похоже, они сохранились благодаря сочетанию высокого уровня влажности в регионе и бескислородных почвенных условий. Номер три. Мраморная ванна. В Турции погребено так много древних чудес, что незаконные раскопки стали постоянной проблемой. Контрабандисты раскапывают артефакты, чтобы попытаться продать их на черном рынке. Однако в некоторых случаях властям удается перехватить эти объекты до их продажи и вернуть их на консервацию. Так было с впечатляющей мраморной ванной возрастом более 2100 лет, обнаруженной в районе Каракасу в апреле 2022 года. В настоящее время она находится на хранении в дирекции музея Афродисиаса. Эта ванна, украшенная рельефами львиных голов, считается уникальной в Турции, поскольку сделана полностью из мрамора. Он весит более тонны и имеет длину чуть более 1,2 метра. Историки предполагают, что оно могло принадлежать богатому бизнесмену или государственному администратору. Его древность восходит к тем временам, когда город Афродисиас пользовался огромным богатством и процветанием. Древний город Афродисиас включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Хотя в городе было множество общественных и общественных бань, эта ванна располагалась внутри частной резиденции и предназначалась исключительно для использования ее владельцам. Есть надежда, что со временем он будет выставлен в музее, где он сейчас хранится. Номер 4. Средневековые четки. Недалеко от восточного побережья Норт-Умберленда на британских островах находится небольшой остров, известный как Лендисфарн. Этот остров был оккупирован на протяжении тысячелетий и стал местом некоторых из самых заметных открытий в британской археологической истории. Маленькие голые бусины сделаны из костей рыбы, особенно костей лососа. Лендисфарн также известен как «Святой остров», потому что когда-то на острове находился большой монастырь, и доступ на него был запрещен для всех, кто не был священником или не был связан с монастырем. Человек, у которого были найдены закопанные четки, почти наверняка был священником или монахом. Эти бусины оставались нетронутыми около 1200 лет. Их нашли на шее скелета, что позволяет предположить, что их носили как ожерелье. В шипах лососа есть естественные отверстия в центре, поскольку это позвонки, но, похоже, отверстия были искусственно расширены, чтобы их было легче продевать. Однако, почему были выбраны кости лососа вместо других материалов, имеющихся на острове, остается загадкой. Номер пять. Гималайская мистическая фурба. Фурба, также известная как магический кинжал, представляет собой ритуальный объект, обычно используемый в тантрических и шаманских традициях бонобуддизма и индуизма в гималайских регионах, таких как Непал, Бутан и Тибет. Он используется в духовных и лечебных целях, таких как устранение препятствий, негативных энергий и восстановление баланса. Фурба имеет характерное трехстороннее лезвие, символизирующее три духовных мира – верхний мир, средний мир и подземный мир. У него также есть ручка и ручка, которые можно украсить различными символами и рисунками. Некоторые фурбы могут иметь небольшую фигурку божества или демона на вершине ручки. Помимо духовного применения, фурба также используется в практике традиционной медицины для исцеления и в ритуалах изгнания нечистой силы. Считается, что лезвие фурбы способно проникать и уничтожать отрицательные энергии, а рукоятка может вызывать и поддерживать положительные энергии. Использование фурбы имеет древнее происхождение, хотя никто точно не знает, насколько древнее. Его до сих пор практикуют различные гималайские общины, и он завоевал популярность в западных культурах как декоративный объект или как символ духовной защиты. Номер 6. Принцесса воинов. Быть женщиной никому не мешало в Древней Сибири стать воином или быть подростком. Археологи впервые обнаружили останки мумифицированной амазонки в республике Тыва в 1988 году, но тогда они смогли идентифицировать её только как женщину. Лишь в июне 2020 года удалось определить возраст воительницы, и эксперты с удивлением обнаружили, что ей всего 13 лет. Несмотря на свою молодость, она, должно быть, была уважаемым воином. Её похоронили с топором, луком и разнообразными стрелами из кости, дерева и бронзы. Перед похоронами в деревянном гробу её одели в двубортную шубу. Хотя процесс мумификации не был идеальным, его тело сохранилось достаточно хорошо, и большая бородавка на его лице оставалась ясновидимой даже после 2600 лет пребывания в его могиле. Эта амазонская девушка-воительница является главным доказательством существования племени воинов, жившего среди скифских народов Среднеазиатского региона в древности. Номер 7. Тайна змеиного алтаря. Мы знаем, что наши древние предки тысячи лет назад поклонялись множеству разных существ как богам. Означает ли это, что этот змеиный алтарь, обнаруженный в Потаре, Турция, в октябре 2020 года, является свидетельством существования древнего общества поклонников змей? Вероятно, нет, но история, стоящая за этим, по-прежнему интересна. Потара — древний греко-латинский город с тысячелетней историей. Так называемому змеиному алтарю около двух тысяч лет, он был найден недалеко от недавно обнаруженных римских бань и покрыт греческими надписями. Это первый алтарь такого типа, найденный в Потаре, но он напоминает другой алтарь, найденный некоторое время назад в Мугле. Хотя некоторые люди боятся змей, те, кто построил этот алтарь, вероятно, были знакомы с местными видами, дружелюбными и безобидными. Специалисты полагают, что это, вероятно, был земледельческий татем, на котором оставляли куски хлеба и мяса в качестве подношений богам. Символы змей часто связаны с сельским хозяйством в древнегреческой и римской мифологии, но причины еще до конца не изучены. Это загадка, которую предстоит разгадать будущим археологам. Номер восемь. Святые катакомб. Если знать, какие кладбища искать в Риме, то можно встретить так называемых святых катакомб. Существование этих украшенных драгоценными камнями скелетов связано с мошенничеством, совершенным Ватиканом между XVI и XIX веками. По неизвестным причинам Ватикан приказал экскумировать скелеты с нескольких кладбищ Рима. Эти кости одели в красивую одежду и украшения и отправили в католические страны, как предполагаемые останки святых. Скелеты стали объектами почитания, часто украшенными золотом и драгоценностями. В некоторых случаях их даже одевали в короны и мантии, как королей и королев. Сегодня многие из этих скелетов выставлены в катакомбах Рима, отсюда их современное прозвище. Будучи историческими диковинками, они являются одними из самых странных религиозных объектов всех времен. Номер 9. Нефритовые похоронные костюмы. У наших предков было много странных и замечательных похоронных традиций. Если бы вам посчастливилось принадлежать к древнеегипетской знати, вас, вероятно, похоронили бы в великолепной гробнице с прекрасным саркофагом. С другой стороны, если бы вы были средневековым крестьянином, вы, вероятно, бесцеремонно оказались бы в братской могиле. Однако, если бы вы были очень богаты и жили в китаевые веки до нашей эры, вас могли бы похоронить в одном из этих невероятно богато украшенных нефритовых погребальных костюмов, сотканных из золотых и серебряных нитей. Первое письменное упоминание об этих костюмах относится к 320 году нашей эры, хотя есть неофициальные свидетельства того, что они существовали уже несколько сотен лет назад. Лишь в 1968 году археологи подтвердили его существование, найдя реальный пример. Они нашли два нефритовых костюма, принадлежавших принцу Люшену и принцессе Доу Ван, его жене, времён династии Хань. Считается, что изготовление одного из таких костюмов требовало до 10 лет работы даже у искусного мастера по нефриту. Выбор нефрита в качестве материала остаётся загадкой, так как он пористый и плохо сохраняет кости. Скелеты внутри скафандров почти полностью разрушились. Номер 10. Тюдор. Стать женой короля Англии Генриха VIII было рискованным делом для женщины. Он женился шесть раз и приказал казнить путём обезглавливания двух своих жен. Екатерина Арагонская избежала этой участи. Она была первой женой короля и самой долгой его женой, прожив с ним 23 года, прежде чем король развёлся с ней, что привело его к разрыву связей с католической церковью и англиканской церковью. В феврале 2023 года британский музей представил реликвию этого знаменательного брака, кулон в форме сердца из золота и эмали с эмблемами и нецелами Генриха и его жены. Предмет находится в идеальном состоянии и настолько высокого качества, что, вероятно, принадлежал лично Генри или Кэтрин, а не был подарком кому-то другому. Он был найден металлоискателем-любителем Чарли Кларком в декабре 2019 года, но считается настолько важным, что о его открытии не сообщалось более трёх лет. Надпись на обратной стороне кулона гласит «Всегда верен». Однако для пары это было не так. Номер 11. Сейкель-Балет. Сейкель-Балет, также известный как Капер, был песцом в Египте во времена IV и V династий примерно 4500 лет назад. Его не считали бы особенно выдающимся песцом, если бы не исключительно реалистичная его статуя, которая является наиболее хорошо сохранившейся древней деревянной статуей в мире. Мы мало что знаем о жизни Капера, кроме того, что он был священником-читателем и песцом в королевской армии. Мы даже не знаем, что именно значило быть песцом в царской армии. По этой причине мы никогда не узнаем, чем он заслужил такую прекрасную статую, в то время как другие люди его ранга довольствовались довольно простыми гробницами. Могила Капера была найдена в некрополе Саккараагустом Мариеттом в XIX веке. Прозвище Сейкель-Балет, что означает «вождь деревни», дали египетские археологи, работавшие на Мариетту, которые посчитали, что статуя похожа на старейшину их деревни. Статуя Капера, сделанная из платана и изображающая его идущего с помощью трости, сейчас находится в Египетском музее в Каире. Номер 12. Метеорит Фукан. Иногда сокровища просто падают с неба. В 2000 году метеорит Фукан выглядел как любой другой кусок космического камня, демонстрируя мерцающую, похожую на соты внутреннюю структуру, не встречающуюся на Земле. Полупрозрачные кристаллы сделаны из оливина и расположены в сети дефисов, приземлившихся в пустыне Гоби в Китае, однако при ошибке никель был обнаружен и огранен. Когда солнце светит сквозь рассеченные слои скалы, создается впечатление, будто смотришь в стеклянное окно. Было бы хорошо, если бы люди, нашедшие его, сохранили его в целости и сохранности, но его разрезали на куски и продали по частям тому, кто предложит самую высокую цену. Самый большой кусок камня весом чуть менее 1000 фунтов был продан на аукционе в Нью-Йорке в 2008 году за 2 миллиона долларов. Если эта сумма превышает ваш бюджет, вы можете купить множество кусков камня поменьше по цене 50 долларов за грамм. Метеорит относится к классу клоунов, который составляет лишь 1% всех метеоритов, падающих на Землю, но этот, безусловно, самый красивый. Номер 13. Спасенная книга на Иврите. Археологам и полицейским пришлось работать вместе, чтобы защитить наше следующее открытие, история которого произошла в Турции в 2018 году. Артефакт, о котором идет речь, представляет собой бесценную книгу на Иврите 800-летней давности, которая попала на черный рынок и была продана. Его собираются незаконно продать в Диербакаре на юго-востоке Турции. Средневековый фолиант, покрытый религиозными иллюстрациями и состоящий из 22 кожаных страниц, находится в хрупком состоянии и был немедленно помещен под охрану государства. Это одна из тысяч операций по борьбе с контрабандой, которые полиция Турции проводит каждый год. Это страна с богатым культурным наследием и тысячелетней историей, где находится около 3000 древних городов, построенных 42-мя различными цивилизациями. История страны играет большую роль в привлечении иностранных туристов, поэтому власти не одобряют людей, которые пытаются украсть или продать ее кусочки. Название и текст древней книги не разглашаются публике, но можно с уверенностью предположить, что она носит религиозный характер. Будем надеяться, что однажды оно попадет в музей. Номер 14. Ствол Луис Виттон. Продолжим рассказ для любителей моды. В апреле 2022 года Конор Хильдебрандт навестил свою бабушку Бет в Торонто, Канада. Там он решил осмотреть свои вещи и нашел впечатляющий сундук Луиса Виттона 120-летней давности. Пораженный Конор спросил бабушку о сундуке, но она знала о нем очень мало, кроме того, что думала, что он мог принадлежать его собственной бабушке много лет назад. В настоящее время этот предмет известен как паровой сундук и должен был быть изготовлен вручную в штаб-квартире производителя в Париже, Франции. Известно, что подобные стволы продавались во Франции и Англии, но нет никаких записей об их экспорте в Соединенные Штаты Америки или Канаду. «Как вы оказались в Торонто?» Это полная загадка. К радости Конора, багажник до сих пор в отличном состоянии с минимальным износом. Корешок от багажа, все еще прикрепленный к чемодану, позволяет предположить, что последний раз им пользовались вне дома в 1896 году. Бэт понятия не имела, что он ценен, и последние два десятилетия использовала его для хранения старого швейного оборудования. Номер 15. Гравированный мистицизм Чунди. Многие жители Карачи, Пакистан, считают, что в гробницах Чунди обитают привидения. Однако, чтобы быть интересным, этому некрополю не нужны истории о привидениях, поскольку это одно из самых впечатляющих зданий из песчаника в мире. На изготовление и резьбу этих сооружений ушло три столетия, работы начались в 15 веке и закончились в 18 веке. После 300 лет работы вы могли бы ожидать чего-то большего, но обратите внимание на замысловатые детали гравюр и узоров на сторонах блоков песчаника. С такой работой нельзя торопиться, потратьте время, необходимое. Что касается истории о привидениях, то даже гиды, которые зарабатывают на жизнь показом людям гробниц, не желают приближаться к некрополю после захода солнца. Мы согласны с этим советом, но не потому, что в гробницах обитают привидения, просто если бы вы посетили его в темноте. Вы бы никогда не увидели впечатляющих сцен, высеченных в камне, и это было бы ужасной тратой.